Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Эдлибу. Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Эдлибу 16.44.12.2020 года, обновлено. 17.14.12.2020 года, РИА Новости, Максим Блинов, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. РИА Новости, Максим Блинов. Москва, 12 февр. РИА Новости. В Москве считают, что причина обострения обстановки в Эдлибе постоянное невыполнение Турции договоренностей, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турции своих обязательств по Сачинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкары подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии. В зону операции «Источник мира» и в Ливию, сказала она. Захарова подчеркнула, что Россия остается привержена этим соглашениям и настроена на продолжение совместной работы. Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий, добавила дипломат. Вчера, 22.23 война в Сирии. Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению прокси-воины с Сирией. Обстановка в Идлибе. Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане, сейчас Нур-Султан, договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алипа, пока захвачена террористами из Джипхат-Ан-Нусры. В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупный из них союз протурецких группировок Национальный фронт освобождения и Джипхат-Ан-Нусры, всего около 30 тысяч боевиков. Сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алипа в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города. На этом фоне президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерен атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если они продолжат наступление. 042.09 Война в Сирии и США выразили Турции и России свое недовольство ситуации в Идлибе. Продолжение следует...